доброго времени суток дорогие друзья всем здравствуйте будьте все здоровы все любимы любите будьте счастливы все на одной планочке до стоит ни выше ни ниже этого всего сразу вам всем желаю сегодня хотела ответить на вопросы тегом валентины до канала валентина я про него уже говорила где эта девочка женщина вяжет очень красивые вещи и еще она придумает вопросы на теги до называет как-то тег вернее сперва наверно вопрос придумать потом называть так или отталкивается от названия это не важно важно то чтобы она делает а что она делает это прекрасно мы можем все этим пользоваться благодарю тебя сразу валентина за то что я уже второй раз могу воспользоваться твоим тегом вопросами на тег новогодний теперь тот был шутливый этот новогодний в общем поехали первый вопрос любите ли вы новогодние праздники и почему я обожаю новогодние праздники я обожаю рождество я все это время обожаю вот начиная где-то уже сейчас когда с первых чисел декабря сегодня у нас шестое число сегодня у нас николаус так приходит николаус который послушным детям ложек подарки дети должны начистить свои башмачки и поставить их за порог за порог квартиры дома до николаус приходит если дети слушались то он может подарочки если дети не слушались то он может по моему прутик и угольки если мне память не изменяет в общем вот такой николаус шутник вот так что вот примерно с этого момента и до я вам скажу до старого нового года хотя сейчас здесь уже я его не отмечаю до вернее у нас елка не стоит до этого времени елка у нас стоит до 1 января максимум до 3 вот и мы ее сразу смотря по времени да если успеваем не успеваем мы ее разбираем и убираем в казахстане когда я жила мы ставили елку всегда живую практически всегда до один раз может быть как-то у нас было искусственно у меня такая была искусственная елочка маленькая стального цвета да как вот дождик или как говорят вот этот елку который вешали вот как из него такая была стального цвета тоже красивая старая она мне от кого-то тоже досталось и один год по моему елку не ставили а так все года у нас была настоящая но не елка ель да или сосна она так пахла когда именно вот этот запах и есть ассоциируется с праздником да с новогодними праздниками с праздниками рождества с преддверием этих всех праздников да вот когда слышишь начинаешь слышать вот запах вот этой смолы сосновой или еловой вот и уже в предвкушении всех этих дней в предвкушении сказки волшебства праздника вот вот правда у меня всегда вот с детства себя я помню себя где-то с полутора лет и ну вспышками даст не прям каждый день я вспышками много чего помню я не помню елки у себя в детстве а вот но я помню почему-то запах перца черного с мандаринами или с апельсинами вот этот смесь запах черного перца с апельсинами я его очень сильно помню ну что у нас в детстве было в подарок конфеты апельсины это же было вообще кошмар какой-то хорошем смысле что при советском союзе при тех годах до апельсины достать зимой тем более у нас северном казахстане вот но это был наш подарок кульки да это это вот наши подарки и мы были рады и полные как я говорю себя чины кто не смотрел тот мой то мое видео это мой племянник старший так говорил в детстве на штаны не штаны отчины и я прилепила к себе это слово вместо штанов всегда говорю чины так что полные чины были радости да у нас как-то ценности были другие с каждым годом как сказать же с прогрессией или я не знаю с чем в общем подарки становятся дороже и больше у детей каждый раз меняются вкусы ценности до подарков вот моим детям и я уже точно знаю что точно знаю да и знала что их уже не устраивали например только конфеты да всегда я дарила и на рождество и на новый год подарки детям как и сейчас здесь мы также и продолжаем начиная вот с 24 декабря вечером хайлиги аббент и мои дети начинали получать подарки но там мы всегда всегда говорили мороз здесь же у нас на рождество приходит вайнасман он приходит внуча все пытается его раскрыть всегда у нее вопросы да но я говорила она у меня взрослый ребеночек она подозрение у нее но не ну как не то что подозрение она точно знает что это не настоящий да но я ее всегда обговариваю уговариваю заговариваю что вот так и вот так я хочу чтобы ребенка было вот это чувство волшебства чтобы она с возрастом да у нее не терялась чтобы она выросла вот так же как у меня пусть будет это чувство сказки чувство волшебца она помогает жизни я знаю по себе да потому что вот этот настрой волшебный он тебя настраивает и твое здоровье и твое самочувствие 2 да и твое настроение все настроек вот ну вот это волшебство вот она начинается и длится поэтому советую всем да как можно больше и дольше вот это вот чувство волшебства для себя и для своих детей и для своих внуков продлять до расстояния ну конечно если сильно много ну вот как у нас в казахстане когда было до 14 до января то уже честно уже аж уставала и кушать это почувство волшебства вот а здесь уже вот граница до 1 2 3 числа где-то стараюсь первого сразу брать нет так вот но максимум 3 потому что здесь выходных нету как россии в казахстане до 1 числа выходной а 2 3 уже все со второго числа на работу все строим у некоторых уже первого числа рабочий день кто сменами работает и уже хочется убрать и все и и и жить астта последующие все дни потом мы в предвкушении волшебства опять же и подготовление для своих детей для своей внучки вот я живу у нас острым да потом это пасха что своим детям всегда у нас приходил зайчик дарил подарки до из моего детства было так что опять же мы попад кровать на ночь ставили шапку свою шапку которую ты носишь и в нее зайка ночью приносил подарки то есть и яички необычные как раз да не такие как мама покрасила на кухне вот что-то другое отличающийся обязательно копеечки какие-то да или подарки вот у меня это были какие-то копейки иной раз ну как ведь не было это были сладости опять же также моим детям иной раз приходили побольше подарки чем шапка приходилось рядом зайца ставить шапка это сидела да и опять же чувство волшебства да вот чувство вот это вот необъяснимое которое вот бабочки в животе летают во всем теле в общем вот я всегда своим детям это делала и сама радовалась вместе с ними у самой бабочки летали не знаю как у них у меня они всегда вот и сейчас продолжаю это делать для своей внучи для своей дочери да и дети собираются на рождество мы все собираемся мы всегда собирались и на новый год но так как дети выросли да они уже старшие они хотят там с молодежью но у нас так рождество у меня а новый год уже смотрите сами кто придет хорошо но не придет но что поделать новый год для меня это уже не семейный праздник уже теперь да потому что дети выросли у нас семейный праздник это рождество войны когда 24 числа вот ну наверно ответила люблю потому что мы все вместе и вот это чувство волшебства да вот это вот раскрытие подарков каждый вот ждет до один получает раскрывает не знает что там гадает там все в голове бегущая строка туды-сюды туды-сюды да потом бах и еще мои мальчишки стали делать своим женам например такие сюрпризы что мы на вайнафтен да на рождество даем друг другу подарки а на новый год только вот девчонкам то есть моей дочери и внучке мы дарим на новый год приходит уже дед мороз но у нас уже не приходит он приходит инкогнито ветерам поздно поставить подарки убегаете из балкон вот на вайнафтен только приходит именно приходит как есть да у меня есть 100 вайнафтена там кусочек видео вставлены в прошлом году еще был племянник мой младший здесь у нас вот и вайнафтман у нас приходил именно похожий на моего племянника вот в этом который не знаю похоже на кого будет ну вот что дети мои старшие старшие младшие для своих жен они там в общем устраивают сюрпризы старший вообще он сделал подарил я не помню какую-то дорогую вещь уже не вспомню по моему дорогое кольцо своей жене но запаковал его вот такую посылку и вот представьте вот начиная с такой посылки и и ей говорят что там вот я не помню по моему он говорил ей то ли микроволновка здоровая то ли пылесос и она в таком разочаровании до открывает там следующая посылка еще чуть поменьше 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 мы тут все от пока она раскрывала да у нас у всех внутри мы бы переживали такие эмоции такие чувства да которые ты ни в какой больше день ни в какие праздники больше не испытаешь вот почему я еще люблю да этот день эти праздники вот радость увидеть у детей вообще у детей и у моих невест тогда теперь и у моей внучи вот радость вот это вот открывать между прочим вот я сейчас сижу с вами разговариваю это вам отвечая на вопросы моя дочь собирать свой войнасгишен то есть рождественскую рождественский подарок это большой подарок я потом покажу он не один там один побольше другой поменьше это мебель вот я решила и так и она уже его собирают но так как это не маленькая вещь я и сказал до завтра подожди отец твой тебе его соберет нет она его я буду сама собирать поэтому она уже 15 лет до уже 16 год уже как-то хотя я все равно сделаю маленький подарок который она не ожидает и не будет знать даже ним это будет малипусенький подарок ко всему тому до дорогому вот в общем вот это вот и вот представьте вот эти вот посылки и вот да да вот такой вот маленькой она не знала что там она гадала все что душе было уходной голове да также в прошлом году младшей сделал она ждала от него дорогого подарка намекала ему на это он ей сказал никаких дорогих подарков будет тебе в подарок кухонный комбайн нашли мы по коробку из-под типа кухонного комбайна из-под одного тайля до от кухонного комбайна то есть одной части от кухонного комбайна большого и вот она начинала разворачивать пока дошла до по дорогого подарка она в таком сперва начала когда открывать эту посылку берет раскрывает да на коробке уже нарисован кусок подарка и представьте ее эмоции такие чё правда что ли все таки вот это смешанные эмоции я говорю человек никогда больше не переживает наверное таких эмоций вот смешанных да вот эти вот которые переживаем мы в эти праздники да вот их не объяснить но они прекрасные эмоции и мы с каждым кто открывает свои подарки мы с каждым переживаем эти эмоции мы радуемся этому да и и вообще это волшебство волшебство верьте люди волшебство верьте люди в чудеса мечтайте люди или целью называйте это да вот поставили себе цель или мечту да идите к ней доходите до нее следующую цель следующая мечтаю столько много всего в этой жизни в этом мире да случится ли так прийти еще раз в этот мир или нет но это разговор уже другой темы если кто-то желает мы я могу поразглагольствовать свои свои познания до чего я дошла да как 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 мы будем уже там что будет там да вот поэтому я хочу вам сказать верьте в чудеса верьте сказку делайте своим детям внукам чудеса и сказки да вот из всего этого из обыкновенных мелочей у нас у меня и дети писали письма да и кое-какие письма здесь я привезла дочь я писала письма пока маленьком сейчас внуча пишет письма да обязательно я прошу своей рукой напиши как-то что-то нарисуй там для война смана да для деда мороза и они сохраняются потом это очень интересно доставать и смотреть да им самим это очень интересно и вспоминать когда они писали да и что они получили и вот это все это все одно большое волшебство вот я коротко не могу отвечать на вопросы да ну в общем все думаю что объяснила второй вопрос с чем у вас ассоциируется новый год рождество ну вот я и сказала да в первом вопросе я ответила со сказкой с волшебством да с чудесами вот с чем это чувство которое ты никогда больше ну вот я по себе суда прекрасные смешанные чувства которые ты никогда больше я никогда больше своих жизни не переживала но и смотрю по своим детям то же самое происходит это такие праздники даже вот острым да или пасха уже все равно не такое волшебство вот правда уже не такое волшебство а вот именно новый год новый год когда да сейчас что дети не приходят уже все бывает но не все приходят да но я знаю что они вместе там где-то отмечают молодежь то ну или не вместе да все равно мы связываемся друг с другом потому что поздравляем даже если мы не вместе и как сказать вот новый год он тоже ассоциируется так чтобы как и рождество да для меня это новый отчет времени вот новый отчет времени да как-то возрождение да вот вот правда очищение вот это момент того что ты можешь чтобы ты не натворил своей жизни вот с этого дня с этой ночи с 31 на 1 ты можешь изменить свою жизнь вот . чистого листа начать все с чистого листа либо не с чистого но пересмотреть свою жизнь до свои какие-то поступки в этой жизни и в чем-то утвердиться сказать себе молодец в чем-то сказать вот ты засранка как-то стиле это под расслабилась ну-ка давай ну-ка давай вот в этом году ты должна вот то-то 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 ставлю себе цели ставлю себе делаю себе мечты да и иду к ним потихонечку уже конечно поскрипывая но иду чего и вам желаю так 3 вопрос какие блюда вы будете готовить празднику но у меня всегда практически одно и то же мы так привыкли иногда но вот это блюдо но такое гуляющая да это манты если желание есть а так хотя бы у одного в этом году младший сын сказал что он хочет значит манты тоже будет обязательно это утка или гусь до индюшку я не зажариваю потому что индюшиное мясо только вот хорошая на как у нас говорят оберку или да это верхняя часть ляжки вот только это остальное на сухое мясо да вот поэтому я ее не зажарю лучше всего гусь утка вот а там уже все остальное нарастает это оливье оливье делаем либо на рождество либо потом на новый год не оба праздника так как между ними всего-то там остается 5-6 дней да поэтому чтоб не зажираться это голубцы и вот это голубцы на новый год всегда это что еще под шубой обязательно обязательно салат что же еще мы делаем а я сейчас недавних пор стала делать вот бутерброды как говорят гренки даст черного хлеба поджаренные потом чесночком их там обрабатывает майонос чесноком делаем смазываю небольшим слоем ложу кругляшок или два соленого огурца и шпротинку это такая вкуснятина что я потом я делаю всегда много чтоб это осталось и чтоб это жевать и не переживать я это делаю и на новый год и на рождество это все у нас любят вот что еще печеного много да я сейчас уже начала печь вот что ли он вышел да на этой неделе сейчас потихоньку буду печь да вот если не будет получаться что раз в неделю что-то спичь да и вам показать поделиться и уже подготавливаться то потом я начинаю сюда почти всегда за неделю за неделю у меня потом все дни подряд идут выпечка подготовка к рождеству к рождеству я стараюсь выпечку ту которую именно рождественскую выпечку да вот а уже на новый год что-то кто что хочет да торт или даже не знаю то что хочет я даже не помню на новый год не помню рождественская выпечка я знаю к рождеству всегда в этом году я не за еще уточню младший сын просил торт наполеон если у меня будет по времени получаться если он подтвердит это то значит еще вот будет наполеон а так я торты к рождеству не пеку только если к новому году на остром то есть на пасху у меня пасхальная выпечка это куличей это краффины это ватрушки с творогом да это бывают крестики делаю с сухофруктами да так больше не помню ну да вот такая вот выпечка так ну все вроде бы попробую ответить но вы все будете видеть я буду делать да так что с вами поделюсь обязательно хотя бы покажу то что уже будет стоять на столе много сильно мы не наготавливаем казахстане раньше много всего было а тут уже правда под зажрались так на 3 ответят чего 4 без чего ваши новогодние праздники не праздники вот без кого я бы ответил без моих детей не новогодние а именно рождество из моих детей я не представляю они меня всегда пугают то что но каждый раз при двери рождества они мне говорят мы не придем мы не придем для меня это все это трагедия у меня внутри сразу трагедия все отрывается да и я им говорю все до неба вообще так нельзя с мамой так нельзя вот новый год я не всегда говорю как хотите вы взрослые да как хотите а рождество пожалуйста сделайте мне честь будьте у меня пока у меня есть еще силы готовить стол да вот это все все вот эти вот даже волнительные да моменты переживать вместе с вами будьте со мной пока когда я стану уже постарше и не буду мочь на стол то я думаю буду еще долго мочь собирать да а вот именно такие волнительные моменты конечно потом ну как сказать потом тебя вырубает если честно если сильно переволнуешься да уже хуже вырубан такой что уже спишь ходишь и спишь чувствуешь что все вот надо просто пойти и лечь и и спать то не не знаю получится или нет но вот лежать точно надо потому что ну вырубает с возрастом вот поэтому а без чего через чего наши новогодние праздники не праздники ну вот рождество без вайн османа да то есть по-русски можно сказать дед мороз а у нас вайн осман да то есть рождественский мужчина рождественский человек я даже не знаю опять же это кто они что еще а ну наверное без рождественской выпечки вот вот скорее всего блюда могут быть разные тут кто что захочет да я спрашиваю сюда уже сейчас начинаю спрашивать да кому что приготовить кто бы что хотел и потом это все собираю себя в голове да отсюда пляшу а рождественская выпечка обязательно еще вот без этого без елочки не не рождество не новый год не правда каждый год грожусь все вот это последний год все вот это последний год вот надоело потому что очень много времени да она отнимает пока нарядишь потом разрядишь пока вот тоже вот вот без чего наверное вот это вот самое главное вот елка вот правда без нее наверно никак подарки куда ложить под елку надо хоть и на вайнафтен у нас под елочку поэтому наверно без без елки праздник не вот пятое в италии перед новым годом любят выбрасывать старую мебель и одежду чтобы избавиться от негатива делаете ли вы что-то подобное знаете я не знаю как в италии я скорее всего делаю перед новым годом и перед рождеством и именно в новогоднюю ночь перед боем курантов да вот в новый год как я уже говорила выкинуть из своей головы все что плохое по моему мнению да со мной произошло и по моей вине ну вина тоже будет даже в том что если допустила этому случится да или что-то не сделала да где-то подрасслабилась или что-то вот даже не знаю как больше чистка происходит в голове так как я такой человек да что у меня можете хоть час пройти ревизию провести да только вот что чудеса немножко найдете под кухне под моей да потому что там я еще не генералила это произойдет на этой неделе вот сегодня вечером уже начну кухня у меня еще не чищена да верх я знаю чистый в шкафах более-менее все в порядке я эти порядки все навожу мне не надо для этого праздника и а насчет мебели старой но вот доча сейчас он собирает да и выкинем ее я скажу да расскажу секрет шминктишь то есть вот этот вот косметический стол до зеркалом белой которая перекрашивала этим летом пробовала на балконе и вот сейчас совершенно другой будет у нее совершенно не похоже на этот а это да пойдет выкидываться ну или кто-нибудь его заберет или выкинется он ну это вообще хорошего бы было если бы денег хочешь чтобы каждый раз мебель поменять я люблю это делать обожаю передвигать что-то переставлять да уже как-то аж вроде жизнь поменялась что-то с места на место передвинуло уже что-то новое уже жить интереснее да вот и мебель меняю я запросто запросто но вот сейчас на данный момент вся моя мебель меня устраивает практически вся практически вся единственное что меня не устраивает это в прихожей мой старый шифонер который под цвет дерева да вот он не устраивает но менять на что-то другое его я не хочу потому что он хороший еще до во вторых меня не устраивает просто то что он служит мне как кладовая да и я бы хотела бы кладовую вместо этого шифонера тогда бы я с удовольствием с привилением этот шифонер бы выкинула но у меня нет места под кладовую да поэтому он служит им вот там рабочая одежда от самых детей и все чемоданы например там одна часть отведена это только для котов до их еда всякая их что вот это в туалет этот вот как по-русски песок не писал до посыпка не песок вы знаете в общем кошачий туалет там все для них практически две сверху полки это там у меня хранится фильтра под воду вот такое тряпочки мои для уборки до всякие салфетки вот это я тоже там две сверху полки храню а снизу полки уже идут для котов а внутри в шифонере хранится война смазанский костюм ведро купила со шваброй думала шваброй ночную полы мы хватит ползать да я всю жизнь ползаю я швабру здесь применяю только для того чтобы залезть под мою кровать например она у меня недвижимая деревянная и я руками просто там не достаю на двух палках громадная где-то между шифонером и стенкой до швабра мне нужно чтобы залезть потому что каждый раз за шифонер не отодвинешь на мебель просто поломать потому что все это полная до вся мебель вот так я швабра никогда не мой я полы я на коленочки пошел четыре точки берет вот но в дальнейшем думаю купила ведро что-то мне вздымкнула в башку с такой который откручивает там фигнюшка такая да откручивает швабру я не показывала она так и не собранная стоит там у меня моя бричка с которой я хожу на закупку то есть маленькая усваген закупочная сумка на колесиках там у меня вода для глажки стоит вот что там еще а там действие чуть-чуть краска краска для косяков краска для стен да по чуть-чуть всего стоит в маленьких ведерочках потому что где-то подкрашивать за катами не приходит за что там закатами за самой приходит где-нибудь что-нибудь зацепишь да вот вот это вы я с удовольствием я мечтаю прям чтобы у меня было место специально для в этой квартире его точно не будет хотя возможно и да все в этом мире возможно так теперь шестой вопрос сейчас я 6 вопрос верите ли вы в новогоднее чудо ждете каких-либо перемен да я уже в первом я уже все сказали да верю и в рождественское чудо и в новогоднее чудо я верю вот верю надеюсь насчет веры так не говорю а насчет надеюсь практически всегда вот я умру ну когда-то это часто станет до богу только известно когда вот когда я умру ну секунд там через 15-20 моя надежда умрет только после того когда я умру надежда у меня все время остается даже на плохих людей что они все-таки до чего-то доживутся до мудрости до какой-то да что-то поймут и сделают выводы даже в этом плане надежда вот хотя убежались каждый год и где и день в день и в день по нескольку раз что не пахнет тут надежды вообще вообще никак изменениями не пахнет а все равно не перестаю не надеяться поэтому говорю вот умру я и через несколько секунд ну пусть через минуту до умрет моя надежда вместе со мной и вера тоже вот перемен всегда жду да именно вот в новогоднюю ночь сижу сама себе и люблю не спать долго долго сколько выдержу да и все перекручиваю да и надо менять надо что-то менять либо самой меняться либо что-то менять вот и не просто сказала потихонечку постепенно это делаем вот седьмое какие новогодние гадания или предсказания вы знаете сейчас расскажу вообще это все завораживающее все относящиеся к сказке да все эти калятки или как там ну вот это вот все в общем в общем одно время я я в это все верю а какие знаете я верю во все это вот так сказочно верю да сказочно как сказку знаю что в жизни ей не осуществить я в день верю вот понимаете а какие знаем никогда не цеплялась ни за какие но вот расскажу что со мной было в моей жизни и что я истребила полностью из своей жизни так как предположение вера в бога да и познание бога не предполагает никаких больше таких всяких гаданий да я увлеклась еще вперед перед этим сказать я знаю точно что у меня есть силы да и хорошие или нехорошие силы это уже не знаю даже как судить пусть бог судит но я знала всегда что если бы я только этого захотела я была бы ведьмой ну вот эти гадалки предсказатели да ну правда я сейчас не не пустобрихстон занимаюсь я знаю просто это лет в пять наверно я это узнала я могла кое-какие вещи изменить да если у меня страха не было если я была подвластна только сама себе то я могла кое-какие вещи менять жизни не только в своей могла влиять я знаю о том что у меня есть эти силы были да сейчас я даже не хочу узнать о том что они есть но они есть сейчас все выложу вам как на духу стыдно даже вот стыдно уже даже вот за последние два вот прям ну стыдоба стыдобище про правда не два нет один сейчас я наброшу ну за день точно помню так которую нет один до в детстве лет пять наверно как я узнала об этих силах я просто стояла смотрела в зеркало да и мне было интересно заглядывать себе в глаза вот просто стоять и вот так вот смотреть себе в глаза до туда разглядывать что там внутри и один раз я так засмотрелась а туда в глаза что не сказать чтоб я в обмороке было я за всю жизнь никогда в обморок не падала да но со мной что-то произошло такое чего я потом сильно испугалась и вот тогда я поняла что это та сила которую но с которой я не знаю как управлять до тем более в пять лет вот я вам скажу мы все-то этому способны все мало ли много ли но мы все способны этому и я знаю что для себя я вывод сделала что мы способны это каждый у каждого сила немного разное да но мы все можем это делать это зависит от рождения да в какой день какой месяц какой год под каким цветом ты рожденный зачат да вот но я для себя этот вывод сделала по жизни да ну вот в общем я очень испугался и потом по жизни и до сих пор почему я теперь этим и не занимаюсь еще тоже одно из выводов моих что правда меня пугает то что я могу даже не осознанно сделать неосознанно и сейчас вот о том случае расскажу но какие были случаи в моей жизни я увлеклась картами гадальними у меня были как это таро это так меня засосала я так гадала сейчас прервусь сейчас приду я вернулась и в туточке что хотел договорить что именно как сказать вам вот вы вы сейчас просто поверьте что когда бог нас то создал да он создавал нас по образу и по подобию своему да и образ это вот то есть господь так выглядит а по подобию это то что господь единственный кто может нет не единственный кто может творить чудеса да и он нас создавал и всех кто его окружает да господь не один то есть у него есть еще ангелы да рядом и мы все можем себя как излечить так и уничтожить мы все обладаем энергией которой которой нас наделил господь да но которой надо уметь пользоваться да и изначально богом было задумано что это опять же мое понимание да что мы себя сами могли излечить до в этой жизни что ну мы изначально не должны были даже болеть болезни пришли с нашими грехами да все пришло с нашими грехами к нам и что-то делать да в этой жизни мы тоже могли также как потом как сказать там чудеса море раздвинул раздвинулась да или как иисус христос ходил по воде надо обладать этой верой до этой верой в бога и свои силы да вот эти вот наделенные богом которые господь нам дал да по своему подобию в них надо верить а мы эти свои силы да и свою веру в прежде всего мы свою веру всю растратили да мы и утратили и но она есть наша энергия она не перестала от этого существовать она конечно утратилась в силе с нашим грехопадением да и утрачивается до сих пор но силой мы обладаем да кто-то больший кто-то меньший вот и как я уже говорила что но мое понимание да к чему я пришла что еще сила мириться в том когда ты именно родился да господь за всем этим блюдит наблюдает также как сейчас говорят что ну некоторые сильные мира сего да вот этому вот как говорят о том что у нас перенаселение на планете и что нам надо провести чистку до что на земле должно остаться меньше народу что земля не выдержит и все остальное за всем блюдит господь за всем он а предоставьте это ему ему все он все устроит как устраивал раньше и как будет в будущем будет устраивать вот а насчет силы да что ну вот я в общем я свою силу знала с детства да не всегда ее применяла сейчас вообще не применяю вот последний раз было это года три назад это правда произошло неосознанно вот сейчас скажу вам да было такое что я неосознанно чуть-чуть сдвинула время в дне не поверят же все да но я хочу это произнести да буквально на как вам сказать на минуту наверно я это увидела я просто человека переместила сейчас скажу я была такая уставшая и мне так все надоело да и я сидела на работе тогда я работала на медиа станции да погоду делал и моя коллега можно сказать сеня да которая уже нет живых царствие небесное она пошла говорит и пока здесь ну там надо кодировать да эту погоду передавать дальше по в теле как телеграммой ну звонишь передаешь да туда телеграфисткам они тоже код твой принимает поэтому коду отправляет дальше вот на это все время она как раз я этим занималась сидела да и надо было пойти сверить еще один там градусник и помню уже какой я была сильно уставший и вот просто хотелось все бросить и уйти просто-напросто уже да и шифиня видя меня такой уставший да она пришла в этот момент и она мне говорит сиди пока говорит кодируя я пойду за тебя посмотрю говорит показания это градусника и приду тебе скажу и она выходит да окно я ее вижу я вот просто запустила эту силу я говорю мы не умеем ею управлять да и но я не знаю я говорю происходит все неосознанно даже и я ее вот глядя на нее думаю вот ты подольше бы шла бы хоть чуть-чуть подольше бы шла помедленнее чтобы я еще какую-то минуту отдохнула я ее переместила я тогда чуть со стула не упала ну вот когда такое происходит да конечно же мы пугаемся всеми у кого это происходит я ее переместила то есть она какой-то путь прошла я ее взглядом отмахнула назад и она еще раз этот путь прошла понимаете вы можете верить можете нет это было потом когда я увлеклась картами таро да я так ушла в них что я просто мой день не начинался мой день не начинался без того как раскинуть карты мне надо хозяйство идти управлять утром проснулся а я раскидываю карты таро сперва смотрю что у меня ждет в этот день да и потом уже с этими мыслями управляюсь работать и в один прекрасный момент я тогда еще сильно не познала бога да для себя выводы не сделала ну я всегда веровала да ну вот не размышляла над этим да и тогда еще пошли в 90-х годах я помню книги белая магия вот да магия она есть магия вот вы запомните одно да кто не знает магия есть магия это не то что от бога да она хоть белая хоть черная в этой белой магии было что все вот например там если у тебя ребенок заболел прочитать такие-то слова заклинания если у тебя куры плохо несутся есть особые заклинания я этим пользовалась я этим пользовалась не на детей нет вот на людей и тем более на свою семью правда никогда вот перед богом сижу да перед вами никогда не пользовалась на людей да вот куры коровы дамы для хозяйства в огороде посадить что-то чтобы хорошо росло это да но за это я и каюсь да я вот перед вами сижу и каюсь а перед богом и перед и в один прекрасный день я почувствовал что все вот меня это так засосало да что я вот шагу ступить не могу отсюда было мое настроение да на целый день ну все и здоровье уже да вот отсюда прыгала какое настроение такое здоровье и просто в один прекрасный день где-то в полгода наверно вот этим вот я увлекалась да и многие подтверждалось ну карты они как вам сказать это все мы управляем своей энергией да неосознанно управляем своей энергией и потом отсюда и прыгаем карты то нам тоже подвластны все нам подвластно да потому что мы созданы по подобию божьему у нас есть это сильная энергия вот и в один прекрасный день я просто поняла что все на тот момент я и читала библию да и я для себя поняла что ну либо я опознаю бога и веру да в него либо я увлекаюсь вот этого вот этим всем кошмаром да и я приняла правильное решение слава богу господь меня поставил на правильный путь да я просто-напросто все сгребла и пошла не сожгла как мне было не жалко потому что это стоило хороших денег сюда карту таро и книги с белой магией я все просто спалила вот и все и больше никогда к этому не приходило а то что еще происходило в моей жизни да то происходило не осознанно вот так вот от моего желания от моей посланной энергии да и я и говорю поэтому мы должны быть внимательны в этой жизни что мы посылаем да с каким посылом мы придем но это и возвращается понимаете если мы сделали что-то плохое это вернется это кто называет судьбой кто называет кармой кто называет бумерангом да хоть как но это такой закон это закон да вот жизненный закон вот что пошлешь вот смотрите мы с короной хотим не ходим да но кто-то это сделал и мы свою энергию до злимся на все это сколько людей умирает мы от этого нервничаем что мы в небо запускаем а потом сидим и удивляемся чует у нас в африке снег пошел посреди лета да или там в африке то вообще никогда зимой не бывает чего это у нас посреди июня или июля до снег тоже выпадает до чего это у нас в зиму деревья цветут это все мои товарищи это все мои вот хотите ведь хотите нет это все мы ну и вот последнее что скажу вот это то что произошло года три назад точно не буду сказать но я думаю что люди которые в этом получилось были замешаны они сейчас узнают об этом догадаются ну в общем у меня было то что я полюбила и уже хотела себе оставить до люди захотели это тоже да я не смогла отказать я мало когда могу отказать да я не смогла отказать я отдала это то что во что уже влюбилась и из такой тоской в сердце и более уже со слезами расставалась с этим да и нашептала вот сама просто не не осознанно вот правда не осознанно еще хочу сказать никогда не клянитесь да вот я не клянусь не сижу вопрос поверьте я могу сказать честно пионерская потому что я пионер меня принимали в октябрях и пионеры да не спрашивали я скажу честно пионерская да я просто неосознанно да сказала вот пусть вот так вот будет учиться и ко мне это вечно за отвернется ничего плохого такого сверхъестественного нет да но так получилось что это вещь ко мне вернулась быстрый срок назад я получила это назад вот тогда я потом тоже села и думаю ну какая ж ты дура вот ты знаешь уже силы эти да ты знаешь что это не шутка но в тот момент когда расставалась и да и но вы меня наверно поймете то что ты уже любишь то что ты уже хочешь чтобы она была с тобой да а не можешь отказать вот так случается в общем прошу бога прощения очередной раз за то что я натворила но никто не пострадал при этом сильно чуть чуть не скажу чего и отчего в общем у людей случилась аллергия и мне назад вернули теперь я я стараюсь до совладать со своими чувствами но когда вот такое вот еще случается да я уже боюсь и пугаюсь честно боюсь и пугаюсь потому что я не могу из себя убрать если я чего-то сильно хочу да то есть не хочу отдать но из вежливости отдаю я не могу справиться правда совладать вот все равно отдать вот со спокойной душой не могу если она мне запала наверное надо научиться отказывать это в этом плане да пока вот я пока учусь правда в этом плане и поэтому вам говорю вот тоже учитесь делайте выводы не надо даже чтобы люди просто аллергии пострадали да из за того что мы чего-то из вежливости не смогли отказать да в общем вот так вот а какой а теперь скажу да вот какие новогодние гадания или предсказания вы знаете какое знаю никакие никогда не знала просто вот это вот все смешное такое да волшебство колядки все это в детстве метод проходили а во взрослой жизни какие я ошибки совершала в гаданиях да ну вот я сказала карты таро это прям вот я без них не жила и ну и случалось тогда и на новый год еще и на рождество это тоже было прям вы знаете прям дошло до того что потом уже по нескольку раз в день по нескольку раз в день я не не есть не могла не спать не могла спокойно мне надо было это сделать да и вот я понимаю когда человек да начинает вот в это впадает вот эти всякие гадалки да то все их потом не отпускает знаете кто не отпускает я не хочу его называть но просто скажу темный да который среди нас живет здесь на земле который упал которого господь сверг с неба да из-за ненависти к нам из-за нелюбви к нам я сейчас вы просто ну конечно не повеселю господа но я тоже если честно нас людей себя же именно злюсь на нас людей тоже мне даже иногда это темного жалко за то что он за нас гадов пострадалку ну ладно не разговор не в этом сейчас скажу когда случилось ехать что в германию да и у нас там случилось такой момент затяжной затягивалось время по причинам что ну в общем там отчиму да сперва не получалось с вызовом потому что он не мог сдать экзамены да ну в общем были вот такие вот да немножко преткновения и и я кинулась в такое гадание в одно новогоднее больше больше и до этого и и после этого до этого не делал никогда где-то в журнале по моему я прочитала что надо написать свое желание вот именно пей в преддверии к 12 часам до написать это желание конкретно на бумажке скомкать эту бумажку зажечь и успеть что когда бой курантов будет начнет только бить успеть ее сжечь на чем-нибудь подхажки да на тарелочке это бумажечку как можно поменьше сделать даю сжечь ее прям хорошо и все вот эти вот опилочки да от этой бумажки вот эти черные как они угольки закинуть себе фужер с шампанским и выпить все но не дебильное сейчас я прервусь скажите нормальный человек ладно уже когда вот это вот наша вера да никому уж плохого я говорю можно чудить можно гадать главное не навредить людям вот главное не навредите ближнему своему да а мы все друг другу ближние не навредить поэтому я свои гадания свои магические книги когда читала я говорю я никогда к людям это для меня вообще страх божий чтобы не дай бог кому-то навредить но вот неосознанно получался и жизни да вот так как последний раз людям аллергию сделала но она у них и была а у них была смешно дуре у тех у всех тогда случилось в этот момент от этой вещи именно то что я проговорила может совпало но это случилось понимать ну дура ну вот за вот это вот да я его выпила я шампанское так одним залпом еще никогда не пила и уже никогда не буду надо без остановки и до последнего боя куранта все это выпить я это сделала вот сижу в германии пейте все шампанское жгите бумажки айдайте в германии так что вот было 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 в общем вот такая ерунда да я вам наговорю сейчас теперь восьмое готовите ли вы образ для встречи нового года образ готовите ли вы образ для встречи нового года смысле себя нарядить никогда не тут у нас ну дети когда маленькие были маски какие-то там делали но вот дома да так в школу на праздники еще были праздники я уже что вам говорила да там от организации что когда советское после советское потом время как-то организации все равно начали потихонечку какие-то праздники для детей проводить да естественно ты денежку для этого путишь туда детей наряжались и ездили а а я сама не какой образ целый день на кухне тут бы образ хоть бы не уснуть и упасть образ чтобы шарики свои раскрыть да как-то глазки наметить на лице и все и сесть и сделать красивую мину при плохом покое при уставших теле да вот никогда никакой образ а ну вот здесь же написано валентина я сижу тут гадаю нет чтобы дальше прочитать покупаете ли новую одежду которая будет соответствовать символу не никогда бывало что совпадало вот одену уже знаю что одену я всегда то что полегче мне потом будет ходить ставить на стол убирать со стола одно было что подобное но в то же время чтобы и празднично выглядели да чтобы меня ничего не стесняло и не смущало вот специально ничего никогда не для детей до было для себя 9 стараетесь ли отдать все долги перед новым годом ну как сказать получалось так что долгов никогда не было да именно перед новым годом единственный долг это долг матери перед своими детьми и так вот даю стараюсь отдаю да уже теперь как могу но отдаю насчет долгов если денежный да вот я и валентину слушал я всегда кого слушаю да если кто-то отвечает на вопросы тегов или просто да говорит о своей жизни я всегда вспоминаю свое сразу да и отвечает не вместе мысленно у себя на вопросе и сравниваю похоже или не похоже ответ да ну вот например мы здесь германии да по приезду сюда вот хочешь не хочешь хотя я всегда была против этих долгов долги залает но приходилось мне в жизни приходилось правда особенно когда перед тем как родиться дочери мне пришлось влезть хороший долг там просто случилось кое-что вот и я их отдавала эти долги ну когда если они если не в жизни ну мало когда скучал да но если случалось от я их отдавала ну как как и было договорено да а именно чтобы приравнять чтобы без долгов войти в новый год такого у меня чувства никогда не было да а здесь когда приехали представьте в пятикомнатную квартиру с лагеря да без ничего то есть то что мы с собой привезли и и и и мне пришлось брать кредиты да у меня на все но у меня денег совсем чуть-чуточка осталось мы первое время тут жили на свои деньги потому что еще пока обработка шла пока бы оформились да мы можно сказать прожили эти деньги суммы остатки соли там оттуда привезли да вот и детям надо было компьютера двое старших уже были что одному уже двадцать второму девятом классе то сколько ему было 17 лет лучше представьте им компьютеры надо обоим да хотя бы одному компьютер другому этот ноутбук по русски на вот телефоны нужны были я вообще своим детям никогда ни в чем не отказывала да и и не надо было даже как сказать отказывать я им сама это делала до всегда сама чтобы все самое самое и поэтому вот так вот тогда плюс еще мебель взять от вилки давно вилки ложки у нас были я с собой брать казахстана на первое время вот если грубо говоря да от вилки ложки до заканчивая кровати да это все надо было брать и мне пришлось здесь залезть в кредит благо здесь человек такой был до который мне это предоставил я ходила ему наличкой деньги отдавала да за все это а потом не это понравилось здесь можно брать в кредит вот как я люблю мебель менять да я ее и меняла в кредит выплачивала а до нового года это случилось или после нового года тут уже как заключить договор то так и больше давать кто-то вон дома уже сколько лет живут да и до сих пор расплачивается еще буду до самой глубокой старости расплачиваться за свои дома ну как опять перед новым годом за это деньги если у тебя еще на 20 лет там кредит поэтому я и до сих пор пользуюсь кредит и у меня сейчас есть кредит и не один я этим пользуюсь ничего страшного я в этом не вижу и нет у меня такого чувства никогда не было так не то что чувство да что стараетесь ли вы отдать все долги перед новым годом ну да правда мне этого чувства не было что надо прям перед новым годом тем более здесь вот я себе представляю сейчас бы мне надо было отдать весь кредит я уже даже если бы захотела в проституции бы так столько не заработала извините конечно да вот на мысль ничего не приходит где можно заработать хорошие деньги быстро быстро можно только сифилис никак если вот так пойти таким путем до такой дороги а там даже и деньги не заработаешь да да так верите ли вы в то что как встретишь новый год так его и проведешь да вот в это верю поэтому и стараюсь встретить его хорошо осознанно передумываю все мысли да все свои дела за прошедший год вот стараюсь настроиться на оптимите оптимистический лад ну я вообще по жизни оптимиста не пессимист я нисколько никогда не бываем надеюсь и не буду я всегда оптимист даже если а хотя умение с возрастом приходит иногда да к тебе вот тут уже конечно зависит не только даже от своего самочувствия до здоровья там или отчет а приходит от усталости вот еще скажу а приходит даже от того что ну смотря у кого как с детьми происходит да мы же все семьи живем с детьми что-то происходит да вот и от этого бывает приходит уныние давно я всегда себя зашкварник а ну быстро поуныло чуть-чуть а теперь встала и пошла быстро и подняла настроение убрала уныние у детей и разговариваешь и разговариваешь и разговариваешь и ищешь путей выхода если не дай бог что-то случилось да подсказываешь их как раз дело конечно принимать не но я участвую во всем всегда везде вот и я одних своих детей ни в чем никогда не брошу да вот я считаю что на данный момент я хоть и не могу им помочь там например финансово да но я им могу помочь даже тем что я тоже в этом мире живую тоже как-то кувыркаюсь и и дольше уже кувыркаюсь чем они хотя бы вот своим опытом показывает что видите но я же женщина вот как-то вот вот как-то у меня же тоже все все никогда не было сладко и гладко да тише да гладь да божья благодать уже благодать всегда была не всегда ее разглядывал и принимал да и шел надо же было нам через реки буи раки там идти пока 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 но кастом было еще рядом-то а нам надо было круг круголя дать чтобы вернуться и понять что ты она же вот она да господь тебе вот его давал но на то мои люди грешно поэтому не видим поэтому я и говорю мы должны поддерживать свои дети а если мы будем унывать да и не представьте что детям им еще крутится и крутится в этом сложном мире да а тут еще и за тебя за мать надо переживать что ты сидишь и сопли подтереть тебя был момент и бывали моменты раньше такие что падала духом ого как что я же говорила что настал тогда момент когда думала все уйду я уйду из этой жизни мне больше сил нету я бороться больше не хочу и не могу главное что не хочу но слава богу слава богу все прошло прошел тот момент все и чтобы забыть о нем нельзя забывать до таких моментах потому что дабы потом опять же в ту же не залететь в тот переулочек что же проходишь меня на мнение я туда не сверну я знаю что там какой там конец да идем дальше прямой дорогой правильная дорога идем товарищи так как ленин говорил поэтому вот и вот вопрос какой был верите ли вы в то что как встретишь новый год так и вы пройдешь да верю поэтому я сразу настрой себе делаю в новый год так спинку выпрямили как марина иванова говорит лопатки соединили животики втянули дальше так что вот так вот там все на этом тэк закончен 10 вопросов тут пишет валентина пусть ваши праздники будут сказочные пусть исполняется ваше желание я ее поддерживаю еще раз благодарю тебе валентина за такие прекрасные вопросы тэга ссылку я на канал валентины именно на вот это видео до тэга новогодний я оставлю себя вопросы я наверно прописывать ну и ссылку заходите к валентине послушайте как она сама как сам автор отвечал на эти вопросы да коротенько ясненько все по полочкам и как я длинненько не ясненько и далеко не по полкам все набросали в кучу разбирайте кому что надо да в общем все мои дорогие желаю вам всего самого самого прекрасного и не перестану я желать и своих сообщениях в ответах на комментарии на ваши я не перестану этого желать я запускаю только то что прекрасно да я вам всем желаю здоровья счастья любви удачи успехов сказочного настроения и волшебного настроения что я там забыла еще сказать здоровье говорила если не говорила здоровье здоровье еще раз здоровья вместе с счастьем вместе с любовью вернее любовь здоровье счастье вот вот так вот вот три коня запрягаем до как там говорили извозкой в общем троица вот это коней и на них и скачем по жизни до заряжайтесь волшебством заряжайтесь сказкой заряжайте своих родных своих детей внуков заряжайте дорогие тем более вот вот сейчас то что у нас мире творится если мы не берет вернее перестанем доверить в эту сказку перестанем заряжаться этим хорошим настроением то дело будет еще хуже до самим на будет хуже поэтому заряжайтесь сами заряжайте всех своих окружающих все божьих во всех всем благословений и бога нам всем помощь все мои хорошие мои любимые есть вопросы пишите вы знаете что делать подписаться на колокольчик не забыть поставить лайк или дизлайк и написать мне сообщение есть вопросы пишите вопросы я с большим удовольствием на все ваши комментарии на все вопросы буду отвечать пока пока